Всем привет! Вы на канале Суперслан. Сегодня мы расскажем вам про драконов. Дракон – это общее название мифических и фантастических существ. Руслан, за последние сто лет образ дракона все чаще и чаще начали использовать в мультиках, в картинах. Вы можете его видеть в кинотеатрах, кино, сказках. То есть очень и очень часто он где стал встречаться за последнее время. В древности слово дракон не использовали. Говорили змей или змей. Ребята, слово дракон пришло к нам из латинского, от слова драко, только в 16 веке. А до этого, как Руслан правильно сказал, говорили змей. На европейских языках зачастую змей звучит как дракон, дракон. И вот поэтому, начиная с 16 века, плотно в обиход вошло уже именно дракон-слово. А слово змей, оно осталось в прошлом. При этом нет единого мнения, как он выглядит. Кто-то изображает дракона как одноголового. Кто-то изображает как двухголового. Ой, извинился. Кто-то как трехголового. Кто-то представляет дракона двухмогих. А кто-то четырехмогих. А смотрите, у этого вообще, вот тут руки вот на крыльях, как руки. Четырех руки, да, как будто бы? Ну вот видите, ребят, все по-разному, да, их изображали. А вот, Руслан, обрати внимание, а вот у этого вообще нету рук. Да, у него только ноги. Только ноги, да, только лапы и все. Дракон очень синий, и у них есть крылья, чтобы летать. Очень развитая мускулатура для этого им должна была быть. А как насчет огня, Руслан? Они даже не за огнем, не за огнем. Представляют их огни дышащими, да, разными? Классно. А вот, кстати, ребят, для примера. Вот в современном мире есть такой жук, называется жук-бомбардир. Он, как аналогия дракона, только он не огнем, а такой специальной кислотой химической брызгает из своего тела. И температура этой кислоты 100 градусов. Руслан, представь, 100 градусов – это температура кипения воды. Вот такая горячая вода, жидкость с него вылетает, он защищается. И если он стреляет человека, он может обжечься. Очень сильно обожгет, конечно. Руслан при этом зачастую в сказках дракона ассоциирует как злое существо, с которым надо сражаться. Это особенно, кстати, в европейских и в русских сказках. То есть с ним всегда боролись. При этом на Востоке считается это очень доброе существо. Да, Руслан. В Китае, в Японии, в Корее его воспринимают как символ мудрости, удачи, богатства. Наоборот, он всегда воспринимался как очень положительное существо. Как хорошее. Ребята, при этом интересный факт, что именно с середины прошлого века образ дракона начинает меняться с отрицательного на положительный во всем мире. То есть образ дракона мы видим в различных мультиках, кино, в картинах, где это существо не с которым нужно воевать, а наоборот, с которым нужно дружить и который является другом человека. При этом его можно видеть в мультиках, как прорушить драконов, шерек, добрый нынки. Да, ребята, и многие-многие другие мультики, в котором как раз-таки в этих мультиках уже дракон как положительный персонаж выступает. И зачастую, ребят, мы можем видеть в современном мире дракона в виде различных скульптур, где он украшает парки, дома, улицы. В виде дракона делают целые корабли, устраивают праздники. То есть это действительно становится каким-то положительным персонажем в последнее время. Он меня домой везет. Домой везет? Смотри, сейчас улетишь на нем. Права есть, чтобы летать? Нет. И в заключении очень важно. Ребята, не путайте дракона с динозавром. Так как драконы придуманы, а динозавры на самом деле жили. И нет никакого факта доказать, что драконы жили. А динозавры доказали. Ученые доказали. Ведь нашли кости, да, Руслан? Да, скелеты их собрали. Ну вот, ребят, так что не путайте, пожалуйста. Дракон с динозавром. Дракон вымысел. Да. А динозавр? Правда. Ребят, надеюсь, вам понравился мой рассказ о драконах. Тогда ставьте лайкосик под мой видосик. И подписывайтесь на канал Супру Слава. Всем пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч. Дракошки. Ребята, хотите увидеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться. И не забывайте ставить лайк. Лайк, лайк, лайк. Субтитры сделал DimaTorzok